В Доме кино назвали победителей и призеров конкурса чтецов, посвященного 75-летию победы в Курской битве. Школьники и студенты из районов области декламировали стихи и прозу о мужественном подвиге советских солдат, о героическом сражении Великой войны. Сегодня я рассказывала стихотворение «Прохоровка», стихотворение о битве на Курской дуге. Оно очень эмоциональное, я могу привести пример, например. «Белоголовый пришелец, кому ты грозил кулаком? Зачем он поет сумасшедший, хохочет, рыдает по ком?» Белоголовый пришелец – это немец, который вторгся на русскую землю. «Кому он грозил кулаком? На кого он поднял руку? На русский народ?» Когда мы рассказываем стихи, мы чувствуем всю ту боль. Это заставляет прочитать это стихотворение, вникнуть в него и наконец-то понять, что же все-таки пережили наши предки. 75-79 лет назад люди совершили невероятно храбрый, невероятно хороший и правильный подвиг. Не знаю, как это выразить. И мы, будущее поколение, обязаны знать об этом подвиге и передавать его дальше, сами его помнить и передавать своим детям. «Молодые люди, не знав войны, если я, допустим, дитя победу уже, мне там деды туда рассказывали, это же сегодняшняя молодежь, подростки в основном, они передали вот эту тематику свою через душу, через сердце, с пониманием и с любовью к нашей земле, к нашей родине». По итогам конкурса победителям и призерам в номинациях «Художественное чтение» и «Сценическая постановка» вручили дипломы и памятные призы. Всего в конкурсе приняли участие 70 чтецов и 6 коллективов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова